Это внутренний дел Украины. Был бы толк. В Кремне прокомментировали идею Зеленского провести общеукраинский референдум о достижении мирных договоренностей с Россией. При этом в администрации нового президента говорят, что собираются вести диалог с Россией методом кнута и пряника. О чем может быть референдум и чем может грозить самому Зеленскому? Украинские депутаты против нового президента. Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект об изменении системы выборов в парламент, после чего заседание было объявлено закрытым. Ранее Зеленский предложил избирать депутатов только по партийным спискам. Главное был бы толк. В Кремле прокомментировали идею Зеленского провести общеукраинский референдум о достижении мирных договоренностей с Россией. Накануне о таких планах сообщил новоназначенный глава администрации Зеленского Андрей Богдан. Об отношении к этому Москвы высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы Юго-Востока. И, во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим. А сама идея спрашивать напрямую у граждан, такие вопросы им задавать и решать всех помощью в Кремле, вот кажется, такая идея симпатичной или присматриваются ли в Кремле? Ну, это не наше дело говорить о том, симпатична эта идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, чтобы была бы эффективность. Там новый глава администрации, он сказал, что хотел бы вынести на референдум результаты мирных переговоров с Россией. Так вот вопрос у меня. Россия к мирным переговорам готова с Украиной? Ну, смотрите, что значит мирные переговоры? Надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война. Вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения. Так, чтобы понять, о чем идет речь. Дмитрий Песков. Глава администрации Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала 112 заявил, что в ближайшее время начнется подготовка к референдуму о формате переговоров с Россией. Большинство новостных агентств, основываясь на эфире телеканала, сообщили об этом как о вопросе практически решенном. Кроме того, Богдан озвучил два направления будущего диалога с Россией – Кнут и Пряник. Пряником Богдан назвал постоянные попытки Украины мирно решить донбасский конфликт, на который Россия якобы не откликается. А в качестве Кнута администрация Зеленского намерена продолжить призывать Запад усиливать давление на Россию. По поводу референдума Богдан оставил акценты несколько иначе, говорит украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Я был в студии, и я Богдан об этом сказал, а потом он уточнил свою позицию. Он сказал, что команда Зеленского, если будет понимать, что какое-то решение может вызвать раскол в обществе, они тогда будут проводить референдумы, в том числе и по вопросам войны мира, формата переговоров, обсчитаться о Минском соглашениях. Он уточнил позицию. Вадим Карасев, вопрос о референдуме является частью предвыборной программы нового президента. Многие политологи высказывают мнение, что Зеленский таким образом пытается снять с себя часть ответственности по такому крайне сложному и запутанному вопросу, как вопросы войны и мира, и приложить его на все общество. Правда, есть риск того, что после этого прецедента от Зеленского будут требовать проводить референдумы по всем острым темам, а в результатах все равно будут сомневаться. Но в данном случае идея референдума обоснована, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Я думаю, что он не решается идти на переговоры без какого-то мандата от населения. Он боится активной части националистического и как бы элитного и неэлитного актива, которые мобилизованы, легко собирают толпу людей, сейчас они еще и вооружены и так далее. Он хочет, чтобы за спиной у него стояло мнение народа. Вот есть опрос, который показывает, что 75% опрошенных, репрезентативный опрос, качественный, поддерживает идею прямых переговоров между руководством России и Украины. По-видимому, он это знает. Если он вынесет вопрос на референдум, очень большая вероятность того, что он выиграет. Значит, если он проиграет, значит, ну, я хотел, но, значит, никаких переговоров не будет, значит, будет война продолжаться. Вы этого хотели. Михаил Погребинский. А пока команда Владимира Зеленского опубликовала видео первого появления нового президента на рабочем месте и о его впечатлениях о кресле, в котором раньше сидел Петр Порошенко. В ролике, выложенном в YouTube, Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно», слушает аплодисменты в свой адрес. «Что вы хлопаете?» – спрашивает соратников «новый президент». А после этого говорит собравшимся в кабинете президента «я вот сижу и думаю, когда мы переедем». Напомню, что раньше Зеленский, как и его герой в сериале «Слуга народа» Голубородька, обещал перенести администрацию президента с улицы Банковой. Накануне Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, в частности, так называемые паспортные указы, решение Москвы об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса и Крыма, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штефана Зайберта. И Меркель с Макроном якобы вновь озвучили свою критику относительно российских указов. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главы России, Франции и Германии не проводили переговоров по диалогу в нормандском формате, цитата, в конкретном плане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова